Доброе утро, дорогие телезрители и радиослушатели. В эфире «Якутск сегодня» у микрофона Розалия Борисова. И сегодня мы продолжаем разговор, который мы начали на прошлой неделе. Поговорим мы о подготовке и проведении конференции «Тэбикс Якутский». Представляю вам наших сегодняшних гостей. Анна Слепцова, куратор мероприятия, она была у нас на прошлой неделе. А также Нарея Берёзкина, ведущая конференции. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Давайте мы продолжим разговор. В прошлом году, ой, в прошлом году, говорим, на прошлой неделе мы говорили о том, сколько у нас спикеров, какие сферы мы решили затронуть, как вообще пришла идея проведения этой конференции. Напоминаю, что сама конференция пройдет 10 апреля, осталось чуть меньше двух недель. И спикеры у нас продолжают готовиться. Анна, куратор мероприятия, как идет подготовка, на каком сейчас этапе, какова готовность. На самом деле, чем ближе мероприятие, тем интенсивнее идет подготовка. Эта неделя у нас будет прямо зациклена на том, чтобы правильно, грамотно построить выступления спикеров. На прошлой неделе у нас были как-то встречи по редакции текстов, а также у нас был мастер-класс по актерскому мастерству, чтобы наши спикеры как-то комфортно себя чувствовали при выступлении. Напоминаю, что наша конференция TEDx Якутск пройдет онлайн, поэтому все зрители у нас будут удаленные, и перед спикерами стоит задача привлечь их через экран, еще и используя совершенно новую технологию, по крайней мере, как мне кажется. И поэтому у нас на этой неделе будут такие репетиции, спикеры будут знакомиться с уникальной платформой, с помощью которой мы будем выступать, так что будет очень интересно. Одна из самых главных задач TEDx – это популяризация науки. Вот Нарея как человек науки, как человек, который с детства участвует в различных конференциях, который и аспирантуру прошел. Вот что для тебя TEDx и какова его миссия? Хотя я уже начала об этом говорить, можно сказать. Да, еще раз здравствуйте. По поводу популяризации науки, безусловно, популяризация происходит посредством людей, которые занимаются в этой сфере. И отрадно, что среди спикеров есть люди, которые непосредственно и вот влиты в эту систему, научную систему. И хотела бы акцентировать внимание на том, что 2021 год в Российской Федерации объявлен годом науки и технологий. И в нашем федеральном, в Северо-Восточном федеральном университете этот учебный год объявлен годом молодых исследователей, молодого исследователя. Вот, поэтому параллельно вот под эгидой двух этих крупных направлений, на самом деле мы должны понимать о том, что наука – это не что-то абстрактное, которое существует параллельно и в нашей Вселенной. Мы должны понимать о том, что и молодежь в частности, что наука – это та сфера, которая предопределяет вектор развития нашего общества. И поэтому эти спикеры выбраны, они очень грамотно, на мой взгляд, и выбраны все спикеры, которые с определенной миссией, что очень важно, и донести эту миссию посредством такой уникальной площадки – это не такая частая возможность, которая дается нашим молодым, в том числе и исследователям. Анна, расскажи, пожалуйста, о том, как TED отличается от TEDx. Вот мы говорим TEDx Якутск, да, возможно, многие слышали о том, что вообще такое TED. А многие знают, что проходят мероприятия у нас в городе, TED Talks, да, например, формат TED Talks. Это то же самое или это что-то другое? На самом деле мы должны понять, что за основу берется TED. Это самое главное, самое основное, самое передовое, где случаются самые крупные выступления и так далее. И у него есть несколько направлений. Это, соответственно, TEDx, и там идет некая приписка. Допустим, наша лицензия, она стандартная. И есть, допустим, TEDx дети, где все выступления направлены больше для детей и молодежи. Есть TEDx бизнес для того, чтобы популяризировать какие-то инновации в сфере бизнеса. Есть TEDx университет в каком-то году. В 2016 году в университете у нас прошел TEDx NEFU. А сейчас наши зрители видят на экране сайт мероприятий TEDx Якутск. Там у нас и спикеры, и программы мероприятий сейчас могут ознакомиться. Сегодня, можно сказать, в эфире мы сейчас презентуем этот сайт. Так что все, кто интересуется, могут зайти, погуглить TEDx Якутск, и вы можете перейти на сайт и также уже кинуть заявку для того, чтобы получить ссылку на само мероприятие. Также у нас есть небольшой презентационный ролик, можно его тоже включить, познакомиться, увидеть воочию некоторых спикеров. Там у нас они не все. И Анна уже начала говорить о том, что есть несколько лицензий TED, в том числе и TEDx дети. Вот я сейчас бы хотела поговорить немножко об этом, о том, как вовлечь детей в науку, и насколько это важно сегодня, что именно TED предоставляет такую возможность. Вот мы даже думали о том, чтобы, может быть, провести следующий TEDx именно с детьми, со школьниками, потому что очень много детей у нас по всей республике занимается наукой, и мне кажется, это уникальная возможность. Да, это уникальная площадка для детей в первую очередь. В нашей республике на самом деле очень активно занимаются в этой сфере и Министерство образования, и все учебные заведения, в том числе наш сам один проект, который основал Михаил Федорович Николаев «Шаг в будущее. Чего стоит». Мы все, наверное, с вами втроем выходцы этой программы, этого проекта. Да, и поэтому дополнительно появление вот таких площадок, вот этих же выходцев «Шага будущего», шагистов, да, и вот Розалия, например, как организатор, получила лицензию и продвигает эту идею. И появление дополнительной площадки, помимо «Шагов будущего», всех иных научно-практических конференций, конечно, это возможность, это возможность для детей, для взрослых, для всех. Я бы хотела еще отметить, знаете, о чем? О том, что TEDx — это площадка, где можно приобрести soft skills, так называемые новомодные слова. Это мягкие наши навыки, которые мы самостоятельно путем самообразования приобретаем. Да, и если мы hard skills и твердые наши навыки получаем в стенах школы, университета, на работе, то soft skills мы приобретаем вот добровольно, желая приобрести какие-то навыки. И как раз-таки из строго выстроенной речи, эмоциональной речи, поставленной речи спикеров мы можем как раз-таки приобрести вот эти soft skills, что очень важно для всех нас. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире, и телезрители, радиослушатели могут к нам присоединиться, позвонив по номеру 32 00 66 32 11 66. Пожалуйста, звоните, задавайте свои вопросы, готовы на них ответить. Возможно, возникают вопросы, как посмотреть, где посмотреть трансляцию там и так далее, да? И хочется вот сказать о том, что сегодня после вообще конференции все выступления будут отправлены руководству для дальнейшего распространения, публикации на YouTube-каналах, на сайте, да? И вот Анна про это немного. Изначально, возвращаясь на неделю назад, когда у нас был первый эфир, посвященный TEDx, я очень много говорила о том, с каким трепетом мы относимся вообще к тому, что получили лицензию. Каждому спикеру, которого мы пригласили, и наша вот главная какая-то цель сделать все настолько качественно, чтобы в итоге мы попали на этот главный сайт некоммерческого фонда TED, и наши выступления, наших спикеров попали туда с субтитрами и так далее, чтобы мировое сообщество увидело уникальность того, что у нас здесь происходит, нашу культуру, науку и наших людей смелых и увлеченных. В таких суровых условиях, да? Способных творить, развиваться, модернизировать. Ага. И знаете, есть такой момент, что вот после постпандемийный период очень много людей, вообще исследователей, они говорят о том, что наступает эпоха личности. С развитием инновационных технологий, с развитием социальных сетей, да, наступает эпоха личности, поэтому как раз-таки все спикеры наши большие личности, да, и поэтому, чтобы стать личностью, наверное, надо нести какую-то миссию. И не важно, она глобальная, частная или касается только тебя и твоей семьи, и поэтому вот эта миссионерская служба каждого человека, который должен нести обязательно, на мой взгляд, позитивный характер, да, и мне кажется, это тоже будем акцентировать на этой площадке. Действительно. И говоря о климатических условиях, в которых мы живем, хочется напомнить девиз нашей конференции, тему нашей конференции, да, это смелые и увлеченные люди, которые живут на севере, творят на севере, и каждый день делают что-то для того, чтобы улучшить мир свой, семейный, да, и в то же время мир всего сообщества и всего мира. И знаете, вот здесь можно перейти к тому, что с помощью TED мы можем раздвигать границы, и сегодня вот каждый из наших спикеров, он может найти как единомышленников, как и вдохновить кого-то, поскольку вдохновляет нас каждого. Это разные темы, да, разные спикеры, вот, и надеемся, что как раз-таки, посмотрев выступление, может быть, уже в день проведения, кто-то захочет присоединиться к кому-то в его исследовательской миссии, там, и так далее. И с одним спикером мы сегодня поговорим в следующем блоке. Это Евгений Попов, молодой ученый, так что не переключайтесь. Мне из наших спикеров, можно же, да, акцентировать на каком-то спикере, я бы хотела привлечь внимание на Ирину Матвееву, да, это молодая мама, многодетная мама, да, которая настолько увлечена своим делом, и у неё посыл, это экологизация, да, прошу прощения, эко-движение в Якутии, она основательница, и сейчас активно продвигает эту идею, и это как ничто другое актуально, потому что быть экологичным во всех отношениях в спектре своей жизни, это очень важно сейчас, и поэтому вот какие постулаты несёт за собой эко-движение, мне кажется, из её уст, из первых уст мы как раз-таки услышим 10 апреля. Да, и это как раз-таки яркий пример того, что человек может думать глобально о глобальных проблемах, но действовать локально, начинать с своей семьи, и затем это уже сколыхнёт её общество, и найдутся единомышленники, люди, которые поддерживают. Следователей, да, активистов сейчас появилось, одними из которых мы, наверное, являемся, да, и поэтому она и избрана спикером. Поэтому вот все те посылы, которые обозначены у наших спикеров, на самом деле очень важны сегодня, актуальны сегодня, начиная от наших традиций, культуры, заканчивая гражданским обществом, заканчивая эко-движением. Мне кажется, темы охвачены максимально разноформатные. Не переключайтесь, буквально через две минуты мы продолжим наш разговор, встретимся с одним из наших спикеров, Евгением Поповым, который исследует как раз-таки тоже эко-тему и расскажет о том, как мы можем бороться с пластиком, что для этого делается, и кто же будет перерабатывать этот пластик. Не переключайтесь. Доброе утро. Это очень вообще актуально, да? И, Евгений, давай начнем с того, что как вы пришли вообще к такой идее, и кто же перерабатывает пластик? Спасибо за вопрос. Ну, мы очень долго шли к этой теме, и я не один, это у нас группа людей, Валерия, Иван Сокольников, они очень хорошо помогают. И были на самом деле статьи, наработки зарубежных авторов в 17-м году, в 19-м году ходили хорошие публикации, где говорилось о том, что есть виды насекомых, которые могут действительно перерабатывать пластик. Сейчас где-то зарегистрировано около 104 организмов, видов организмов, которые могут перерабатывать пластик. Это грибы, это бактерии, прежде всего. Ну вот, мы зацепились на три вида насекомых. Это азофобос морео, большой мучной хрущак и бабочка-огневка, которую мы сейчас разводим и исследуем. А что это за бабочка? Это бабочка, которую мы привыкли видеть? Нет, это не совсем такая бабочка, это не очень красивая бабочка. Она больше напоминает такую моль, небольшую, максимум 2 сантиметра. У неё очень такие активные гусеницы-личинки, которые могут питаться ульями, питаются воском, питаются пергой и могут эволюционно перерабатывать различные полиматериалы. И вот эти авторы, которые в 2017 году написали статью, они положили эти гусеницы в салфановый пакет и увидели, что салфановый пакет наполовину съеден. Они исследовали это, пришли к определённым выпадам. Мы повторили их эксперимент, провели метод газовой хроматографии и совместной институтом биологии. И определили то, что действительно идёт полная утилизация зоопластика, расщепление его на углекислый газ, воду и не опасные, важные для насекомых метаболиты жидные кислоты. А как быстро они поедают этот пластик? Сколько моли нужно, чтобы съесть определённую площадь, переработать? Это очень сильно. Мы сейчас тоже ставим серию экспериментов. По скорости поглощения, ну вот где-то за сутки 100 гусениц, где-то 90 миллиграмм-то могут точно съесть. Может и больше. Это вот много или это мало? Это намного быстрее, чем это делают бактерии. И намного, в миллиарды раз быстрее, чем это бы произошло в природе. Ага. А у нас сейчас телефонный звонок. Давайте послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Вот такие полезные насекомые по пластику, вот вы не думаете, что они начнут подряд съесть, если вдруг вырвутся на волю? Ну, например, пластиковые окна, вот у вас там видно, да? Хорошо. Спасибо за вопрос. Думаю, возникал этот вопрос, да? Вопрос, да, действительно, люди сдают. Во-первых, они питаются пластиком, потому что мы им даём пластик. В природе они не будут есть пластик. Они предпочитают более привычную для себя пищу, потому что пластик, и для них малопродуктивная диета. Во-вторых, действительно, у них будут проблемы с акклиматизацией. Климат у нас здесь достаточно специфический. И в-третьих, под словом пластик, пока что мы подразумеваем только три группы. Это прежде всего полиэтилен, и пенопласт, и полистирол. Такие вот твёрдые виды пластика насекомые не могут прогрызть, потому что челюсти у них недостаточно сильны. А сейчас у вас как подготовка к конференции идёт? Очень интенсивно идёт. Каждый день я изменяю текст, где-то корректирую, потому что работа с текстом — это достаточно сложная для меня. Сложная для меня ведь деятельность, они мне помогают, мы корректируем. Ещё будет работа с презентацией. Я даже не начинал эту работу, но планирую заняться, потому что у меня уже завтра будет защита своего текста. Мы занимаемся этим на этой неделе. Для вас формат такой новый будет выступление, то есть выступать на научных конференциях — это один стиль, когда выступаешь перед людьми, которые, возможно, совсем не знают эту сферу, которые никогда не интересовались, и увлечь их, заинтересовать их. Это совершенно такая очень сложная задача, можно сказать. — Абсолютно верно. Я участвовал в таком направлении, как ScienceLam. Это когда нужно было за небольшой промежуток времени очень интересно и рассказать людям о своём проекте, исследовании, так что было смешно и понятно каждому. В этом плане, я думаю, TEDx похож на ScienceLam, за тем исключением, что TEDx — это, конечно, что-то более серьёзное, потому что ScienceLam — это немножко посмеяться, а TEDx — это задуматься. — Хотелось бы сказать, что, Евгений, вы давно занимаетесь популяризацией науки своего вот этого направления, у вас есть блог, вы очень часто выступаете. — Очень активно в Твиттере. — Это очень хорошо и здорово, что сейчас у молодых учёных есть возможность так широко рассказывать о своей деятельности, быть ближе и простыми словами объяснять какие-то сложные вещи. Это здорово. — Спасибо большое. Да, действительно, стараюсь вести. Сейчас я больше перешёл на Твиттер, потому что вести блог отнимает очень много временных ресурсов. А Твиттер там 140 символов, поэтому быстро вечером наберу в течение пяти минут какой-нибудь текст, проверю его на факты и запущу. — А для вас какие выступления в TED нравятся больше всего? Может быть, вы мотивировались чем-то, каким-то выступлением? Вообще сфера какая вам интересна? — Выступления TED всегда очень интересные, но мне, конечно, больше нравится сфера именно связанная с моей профессиональной деятельностью, именно с биологией. Если есть какие-то интересные видео, я смотрю. А так выделить какого-то отдельного автора, спикера я не могу. — Ну да, это очень сложно, потому что каждое выступление уникальное, оно очень подготовленное всегда. Действительно. — И очень классно, что в нашей конференции сразу два человека выступают по теме эко, по переработке, по экологизации вообще Ирины Матвеевой. То есть это такой симбиоз науки получится у нас и практических навыков человека, который задумался и начал что-то делать для того, чтобы этот мир сделать лучше. — Две разные точки зрения на одну проблему получаются. — А вы сами сортируете мусор? — Я стараюсь, но, честно говоря, пока я не дошёл до этого. Это очень сложно сделать, нужно очень готовиться. А так, конечно, мы стараемся, но пока что идём к этому. — Чтобы моли было легче, понимаете? — А вообще это здорово, что природа создала таких существ, которые могут справляться с тем, что искусственно создал человек. Как такое манюсенькое существо может справляться с полиэтиленом? — На самом деле, скорее всего, на 99% верно то, что не совсем она, а то, что в ней живёт, это бактерии эндосимбиотические. Они вот могут переваривать очень неплохо. Вот японцы изучают грибы, которые вот это вот тоже всё дело переваривают. Пока что у меня нет данных по исследованиям. — А это получается, если эксперимент будет и дальше удачным, то можно будет применять это в промышленных масштабах, да? — Абсолютно верно. Да, вот мы когда начинали, была первая мысль о том, что это будет просто ведро, где будут жить вот эти вот насекомые. Кидаем туда пластик, и они пожирают. Ну, идея, конечно, эволюционировала, и сейчас мы смотрим на это более глобально, более масштабно, а именно заняться секвенированием. — Что это значит? — Это означает прочесть геном, да, то есть найти гены, которые отвечают за данный пластик, и уже на матрице этого гена синтезировать тот фермент или группу ферментов, которые будут всё это дело перерабатывать. Пока что нам трудно сказать, как это будет всё это выглядеть, либо это будут бактерии отдельно культивироваться, либо это будет чистый фермент. Но сложности есть, и пока что прогнозировать это достаточно трудно. — Как вообще выглядит лаборатория, место, где вы сейчас изучаете вот это? — Лаборатория выглядит небольшое такое пространство, 12 квадратов, заполнено стеллажами. На стеллажах у нас находятся контейнеры, садки, где находятся у нас вот эти три наших вида насекомых. — Помимо этого, наша компания, которая называется Саха-Ксенос, или просто Ксенос, мы пытаемся заниматься разведением кормовых насекомых на продаже, потому что у нас очень большой контингент людей содержит различных рептилий. Пытаемся в будущем вводить уже образовательные какие-то, не образовательные, а популяризационный контент. Планируем небольшой физиологический мини-музей на нашей базе сделать. И мы позициируемся не только как пластик, мы такой вот обширный проект, где члены с ноги будут в авангарде стоять. — А вот по миру есть такие, как у вас, исследования, которые вот в данное время тоже занимаются? — Да, абсолютно верно. То есть есть группа людей, и на Украине там девушка этим занималась, и в Индии такие же проекты тоже самые, с нашей большой войсковой огнёвкой исследования делают. Поэтому это такой вот тренд, который есть. Это не мы изобрели, мы нашли статью и начали заниматься наукой. — Вдохновились. — Вдохновились. — А вы с ними как-то переговариваетесь, ведёте разговор, диалог? — Мы подписываем друг на друга в Инстаграме, потому что следим. — Возможно, после выступления в ТЭД как раз-таки вы сможете как сообщество начать вместе работать, исследовать что-то. — Да, вот это будет супер, это замечательно будет. — Вдохновить ещё кого-то, начать подобное исследование. — Да, на такое же исследование. — Или на какие-то другие свершения научные, здорово. — А вы вот как японцы, например, не хотите ещё исследовать вот те же самые грибы, предположим? — Да, конечно, это всё очень интересно, но мы не хотим распыляться и хотим конкретно заняться вот этими тремя видами, по которым уже есть база, потому что всё исследование достаточно дорогостоящее. Вот, и мы пока делаем ставку на наши три вида. А потом, конечно, будем развиваться вширь. — Какую цель ставите на этот год? — На этот год мы вот уже запланировали получить полный анализ, насколько уничтожает пластик, и найти тот фермент, который отвечает за его расщепление. Вот, у нас три вида, пока что мы работаем с одним, это большой восковой огнёвкой. Мы провели ряд тестов, и уже вплотную заняться именно изучением вот этой вот энзимологии, то есть науки о ферментах данных насекомых. И, возможно, мы будем работать с микробиологами, которые помогут нам культивировать вот эти вот бактерии. Бактерий там очень много, и нужно тоже найти одну из сотен видов, которые отвечают за деструкцию пластика. — А сколько у вас в команде? — У нас в команде три человека. Я, Иван Сокольников, это учёный-герпетолог, специалист по рептилиям, врач-ветеринар. И Кривогорсона Валерия, она является педагогом и преподает через онлайн на различных медийных школах. — Отлично. Евгений, спасибо большое, что поделились. — Пожалуйста. — Спасибо за своим исследованием. 10 апреля присоединяйтесь к нашей конференции, вы сможете более подробно ознакомиться с исследованиями Евгения, возможно, даже присоединиться к команде. И через пару минут мы продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Напоминаю, мы говорим о конференции «Тодекс Якутс», которая пройдёт в Якутске 10 апреля. Оставайтесь с нами. — Всем спасибо. — Мы продолжаем наш эфир. Якутск сегодня. И представляю вам нашего следующего гостя. Это Аина Николаева, волонтёр «Тодекс Якутск». У нас в команде волонтёров больше 10 человек, которые помогают нам в организационной части, помогают готовиться нашим спикерам. И Аина является одним из этих людей. Аина, доброе утро. — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Расскажи, пожалуйста, о том волонтёрской деятельности. Впервые ты стала волонтёром или это уже твой не первый опыт? — Получается, нет. Не впервые. Когда я начала волонтёрскую деятельность, можно сказать, это в первом курсе магистратуры. Это где-то два года назад, что ли. И как я поступила в магистратуру, я начала вести активную историческую жизнь и начала вступать во многие, можно сказать так, сферы, пробовать себя в сферах. И волонтёрская деятельность была одним из них. И я вступила, получается, в волонтёры Победы. А то у нас с ВУФУ есть волонтёры Победы. И там же участвовала в мероприятии, как волонтёр тоже. Великие имена России у нас было мероприятие по переименованию аэропорта в Якутске. Мы там собирали подписи. И далее также я была волонтёром на Бессмертном полку 9 мая. — Очень такие масштабные мероприятия, оказывается, в которых ты принимала участие. А как ты узнала о наборе волонтёров TEDx, как подавала заявку? — В общем, мне сказала моя знакомая. Я просто сидела, я не знала, и мне написала моя знакомая. И вот то, что будет TEDx, вот, это так классно, давай, пошли. И, в общем, я уже знала, что такое TEDx, что такое глобальное мероприятие всё-таки, всемирное, международное. И я сразу решила записаться, заполнить эту пакету. — Очень классно, сейчас ты уже в команде, начала работать. И, можно сказать, что такая ответственная миссия у наших волонтёров, чтобы каждый спикер, он мог вовремя быть в том месте, где он должен быть, да, потому что каждая встреча, она очень важна для того, чтобы эти выступления были подготовлены и в стиле TEDx, и чтобы всё прошло просто вот как по часам. — Аина, а ты смотрела раньше TEDx? Какие-нибудь, может, выступления? — Да. Вообще я их много смотрела, выступлений. — Ага, здорово. — Но я сейчас не могу вспомнить. — Может, у тебя есть какие-то любимые направления, которые ты смотришь? — Вот именно запоминающиеся видео было про то, что, в общем, если коротко рассказать, спикер там говорил про стремление о 100 дней отказов. — Он довольно-таки популярный, да, миллионный просмотров. То есть там в течение 100 дней он должен именно стремиться получить отказы, чтобы, ну, в общем, у людей у всех стоит такой барьер, не получать отказы, поэтому они даже не стремятся ничего там спрашивать. Но так как это стремление получить отказы, то он даёт нам больше открытых дверей, так сказать. — Ага, если так сказать. — Это да, я тоже смотрела это выступление. Это как раз о расширении границ, да, потому что, ну, каждый из нас боится пробовать что-то новое, потому что это может не получиться. И, кажется, одним из его первых таких отказов было попробовать устроиться в какой-то кофейне человеком, который встречает и желает хорошего дня. А это было что-то вроде Старбакса, да, всемирно известная какая-то кофейня, которое принимает там по 150 с лишним человек в день. И он говорит, я простоял там час и понял, что это, ну, не очень хорошая была идея, но мне всё-таки сказали, окей, я почувствовала себя неловко, но уже в следующий раз мне было как-то легче получить отказ в этом плане. — Да. А что-то ты сама после такого выступления, может быть, ты повторяла подобный опыт? — Ну да, я вот именно запомнила, потому что теория просто остаётся теорией, пока ты не начал именно на практике это использовать. Именно в том виде, мне кажется, я как-то в подсознании его отложила и начала именно на практике его использовать, да. Я можно сказать, да. — Ага, получается, что волонтёрская деятельность, возможно, началась после просмотра этого, да? — Или как? — Это было после, по-моему. — Ага. — Ну, я не могу точно сказать, не помню. — Ну, скорее всего, получается, отложилось, и какие-то вещи делать стало легче. — Да. — Какие у тебя есть интересы, хобби, может быть? — Моё хобби — это рукоделие, хендмейн. Вообще я творческий человек, и поэтому мне постоянно нужно что-то создавать. Вот, я делала украшения из полимерной глины, и также ещё куклу делала. И, ну вот, ага, что такое хендмейнс? Хендмейн, ага. — А какие темы, как ты думаешь, достойны того, чтобы попасть в ТЭД? Какие вопросы ты бы хотела, например, чтобы были обсуждены в будущем, например, в ТЭД-эксикутск, предположим? О чём бы ты хотела услышать? О каких темах? Холод, может быть, там, влияние холода на человека? — Ну, вообще, такие актуальные проблемы, конечно же, хотелось бы. Такие, да, именно актуальные не только проблемы, а вообще такие вопросы, которые стоят. — А передают, что у нас есть звонок в студию, да? — Здравствуйте. — Здравствуйте. — Значит, я приветствую волонтёров студии. Я вот пять лет занимаюсь одним вопросом. Руковожу общественной организацией 30 лет. Но вот пять лет ни один волонтёр почему-то нам не помогает. Я нынче написал Айсену Сергеевичу, так как он объявил этот год, год здоровья. И вот 7 апреля я предлагаю во всеми людей здоровья провести благотворительную акцию. Она уже у меня стала международной, потому что меня уже поддерживает Европа, Россия. Благотворительные акции «Доступный мир». Когда вот волонтёры, добровольцы, погружаются в состояние людей с проблемами здоровья, завязывают глаза, затыкают уши, садятся на коляске. Вот это мы ежегодно в университете проводим. Поддержите, пожалуйста. — Хорошо, спасибо. Мы поняли ваш вопрос и запрос. Могу посоветовать обратиться в региональный центр волонтёров Республики Саха-Якутия, который как раз-таки является центром, который собирает волонтёров для различных мероприятий, различного формата и уровня. И я думаю, что с радостью помогут вам собрать команду, которая присоединится к вашему движению, к вашей миссии, поможет её популяризировать и продвинуть в массы. — Потому что идея — это хорошая. — Потому что очень классная действительно идея. И можно сказать, что сегодня... Ну, в прошлый раз у нас тоже волонтёр была в эфире. — Ольга. — Да, Ольга. И она школьница, которая тоже задумывается о глобальных проблемах нашего мира и сама даже является активным таким человеком, который обсуждает что-то. Очень классно, что вообще молодёжь сегодня вовлечена в такие глобальные вопросы, думает о будущем и планеты, и Вселенной даже. — И вот мы говорили о темах, которые могли бы затронуть в следующем TED. И я вот задумываюсь о том, что было бы интересно увидеть какую-то очень милую тему, допустим, наших белых медвежат в зоопарке, что-нибудь такое, как вообще произошло это чудо. Это же было событие на всю страну такое милое. И это тема, которая всегда откликается в душе якутян, можно сказать. Это же было такое хорошее. Как это? Доброты стало больше. Можно сказать, в этом мире чего-то такого хочется. — Меня очень интересует влияние холода на жизнь человека. Даже с косметологической точки зрения, то, что сегодня по всему миру используют эти холодные камеры, куда погружаются на несколько минут, и за счёт этого организм такой в тонусе, омолаживается. А мы в этой камере, можно сказать, живём несколько месяцев, большую часть года. И, возможно, поэтому там и как-то... Ну вот очень было бы интересно об этом узнать. И люди, которые закаляются, обливаются водой, есть ли научно доказанные какие-то вещи. И посмотреть не с точки зрения просто практики, а действительно исследований, как это всё влияет, какие изменения есть в организме. В следующем TEDx я бы хотела услышать про глобальное потепление. Там именно позвать спикеров, которые занимаются исследованием. Допустим, преподавательский состав. Я обучалась, например, и арктический центр оттуда, например, позвать спикеров, и именно чтобы они рассказали, потому что, да, именно... То, на чём наш мир стоит, собственно. Да, да, да. Мне было бы ещё очень интересно послушать фотографов, видеографов, которые снимают, например, не мероприятия какие-то, да, а живя в больших каких-то городах, уезжают в глубинки и начинают снимать природу, по несколько месяцев живут там. Мне очень интересна деятельность людей, которые снимают фауну, флору. И они, хотя и являются представителями другой профессии, да, но всё-таки вовлечены в науку, и это тоже, мне кажется, очень интересно. И наши археологи о многих интересных моментах могли бы рассказать, о раскопках, да, о жизни якутов там в 17-16 веке. И вот в начале выпуска мы говорили про молодёжь и детей, которые занимаются наукой. И это, мне кажется, в республике действительно очень хорошо развивается, и постоянно подрастающее поколение побеждает в каких-то конференциях, чемпионатах, и занимаются и робототехникой, и разведением каких-то новых культур и так далее. И если бы привлечь кого-то из них, тоже было бы очень здорово, мне кажется. Чем вообще интересуются, болеют, как они приходят к тому, чтобы заниматься такими серьёзными вещами. Ну, слушать подрастающее поколение — это всегда интересно, потому что это всегда что-то новое, прогрессивное, инновационное. И спасибо, что сегодня были с нами, спасибо нашим зрителям. Мы увидимся с вами в следующем эфире. И не пропустите такое масштабное мероприятие, как TEDxYakuts, которое пройдёт 10 апреля. Заходите на наш сайт, смотрите, получите ссылку и присоединяйтесь к этому движению и конференции. До свидания. До свидания, всего хорошего.